В Пугачёве из-за горящей свалки введен режим ЧАЭС. Такое решение было принято в ходе комиссии по чрезвычайным ситуациям, которые организовали на месте. Районная власть показала свою нерасторопность в работе с захваченным огнем полигона. К решению проблемы подключилось руководство области. Отмечу, что из-за продолжительной сухой погоды в регионе обострилась ситуация с пожарами. Специальный борт МЧС сегодня инспектировал горящий полигон в Пугачёве, а также районы области. На борту вместе со специалистами и зампредом областного правительства находился и наш корреспондент. О том, какая ситуация с пожарами в Саратовской области, расскажет Станислав Жижин. По данным МЧС, в регионе сохраняется высокая пожарная опасность. От огня уже пострадали территории нескольких районов. Чтобы оценить масштабы стихии, мы вместе с руководством области отправляемся на спецборте ведомства. Что увидим, расскажем и покажем. Первая точка авиаинспекции – Ровенский район, где сгорели 180 гектаров лесов. Пожар локализовали, но земля здесь будет восстанавливаться ещё долго. Здесь же замечаем новые очаги, но уже на пашне. Специалисты определили – горят не хлеба, а уже убранные поля. Фермеры таким образом предпочитают упрощать себе работу. Стерня, оставшаяся после комбайна, сильно мешает вспашке. Хлеборобы предпочитают её сжигать, зачастую, не задумываясь о последствиях. Существует угроза на населённые пункты, но и на другие объекты. По Стерне мы с экипажем определили координаты. Эти координаты я передал в ЦУКС. И на место уже выехали и пожарные подразделения, и сотрудники управления надзорной деятельностью, чтобы уже применять санкции к земле пользователя. Ответственность вплоть до уголовной или штраф порядка 200 тысяч рублей на юридическое лицо. Но если здесь виновников ещё нужно найти, то в Пугачёвском районе дымящая свалка – результат халатного отношения местных чиновников. Ещё во время своего недавнего визита в район Валерий Радаев обратил их внимание на полигон. Однако теперь за нерасторопность районных властей расплачиваются жители. А как решить проблему, думает теперь руководство области. Значит, единственная возможность потушить эту свалку, значит, ничего не надо ворошить из опыта уже. Надо ставить сюда бульдозеры и весь этот грунт надвигать на свалку. Вот так вот. Тремя бульдозерами. Халатность местных чиновников привела к критичной ситуации. В результате в районе региональной власти были вынуждены ввести режим ЧАЭС, чтобы можно было привлечь к решению проблемы дополнительные силы и финансирование. Вводим ЧАЭС, поделяем технику и начинаем её засыпать. За завтрашнего дня приступают к работе. Я думаю, в течение месяца мы её засыпем. Очень хорошо засыпем. Она не будет гореть. И посмотрим дальше, к примеру ещё будет. Поручение местным чиновникам – действовать оперативно, чтобы огонь не перебросился на жилые дома и сельхозугодия. А инспекционный борт отправляется дальше. По оперативной информации, сильное задымление было замечено в Воскресенском районе. Спустя несколько минут мы добираемся до очага возгорания в Воскресенском районе. Думовая завеса тянется на протяжении нескольких километров. Ещё немного, и мы увидим очаг возгорания. На земле видны следы золы, выгарившие деревья и травы. Огонь под контролем сотрудников МЧС и пожарной службы. За время полёта спецборт МЧС побывал в 12 районах области. Координаты пострадавших территорий, власти и руководство ведомства занесли на карту, которую после вместе с протоколом инспекции предоставят главе региона для принятия оперативных мер. Станислав Жижин, Максим Пустовалов, Саратов-24.